Сегодня введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Урнек, Харакимир, Жамбулского района. В открытии спортивного объекта в селе Урнек принял участие Аким Жамбулской область, Сирбул, Харашукеев. Строительство спортивного комплекса в двух селах также проводилось в рамках программы ОЛЛЕЛБСГ. Дети и молодежь села могут профессионально и на постоянной основе заниматься семью видами спорта. В комплексе имеется все спортивное оборудование, тренажерный зал, раздевалки, медицинский кабинет. Территория здания благоустроена и подключена к системе отопления. Ирбул Харашукеев пообщался с юными спортсменами села и пожелал им удачи. Он выразил уверенность, что из нового спорткомплекса выйдут будущие чемпионы. Вы сами знаете, что наши спортсмены неоднократно на чемпионате мира Азии поднимались на пьедестал победы, в результате чего наш государственный флаг реал очень высоко. Мы должны помнить, что наша главная задача – не терять эту победную позицию и не упасть от этой высоты. Уважаемые граждане, в этот радостный момент желаю всем здоровья, семейного благополучия и счастья. С новым зданием спортивного комплекса! Пусть наши дети будут здоровыми и вырастут достойными людьми. Поздравляю! На торжественном открытии выступили экзакалы села. Они выразили признательность местным властям, которые придают большое значение будущему подрастающего поколения и способствовали строительству данных объектов. Спорткомплекс построили очень быстро. Огромная благодарность от лица всей нашей молодежи государству за заботу. Всем спасибо! Стоимость проекта спортивного комплекса в селе Харакемир составляет 228 миллионов 706 тысяч тенге. Начатый в 2022 году комплекс был построен по проекту АОЛ Ельбесага. Отметим, что до сих пор дети занимались массовым спортом на улице или в школе. Теперь комплекс на 200 детей позволит заняться спортом на профессиональном уровне. В АОЛе у нас открылся спорткомплекс. Мы все этому событию очень рады. Мы все будем здесь заниматься, чтобы добиться таких же спортивных высот, как наш земляк Жума Байжан Тури. Отметим, что сегодня 496 тысяч шамбулцев регулярно занимаются массовым спортом. В текущем году в регионе ведется строительство с 15 спортивных комплексов. Ожидается, что 14 из них будут введены в эксплуатацию в этом году, а еще один – в 2025. Также в этом году в Таразе и районах будут открыты 34 современные спортивные площадки. До конца года планируется повысить уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой 64,9% до 66%. Напомним, накануне Дня столицы в селе ОСА Жамбулского района открылся подвесной пешеходный мост через железнодорожную станцию ОСА. В церемонии открытия приняли участие Аким Шамбулской области Ирбул Хорошукеев, Аким района Ирлан-Кадрала-Ула, Ахсахалы и жители села. Данный проект стартовал по предложению жителей и при поддержке депутатов Маслихата в августе прошлого года. Высота моста составляет 6 метров, а длина – 41 метр. На мосту, состоящем из шести узлов, также предусмотрены все меры безопасности. Здесь обустроена пешеходная полоса, установлены лифты для людей с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что в селе ОСА проживает 13 тысяч жителей. Около полутора тысяч жителей по сей день ни разу не переходили через обездную дорогу, а пересекали путь напрямую через железную дорогу. Среди них есть и взрослые, и дети, которые, несмотря на запрещенные знаки, проходили под поездами на свой страх и риск. Теперь жители, живущие по ту сторону шестиполосной железной дороги, рады, что через подвесной мост можно безопасно добраться до центра.